Наш гость Алексей Гетман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вчера генсек НАТО неожиданно приехал в Киев. Мы все слышали мощное заявление Столтенберга о поддержке Украины и войне нашего евроатлантического выбора. Но как по-вашему, в чем был глубокий смысл вот этого внезапного, незапланированного, неанонсированного визита? Наверняка это какой-то мощный сигнал. Вот кому и какой, как вы думаете? Ну, вы знаете, во время войны визиты таких высокопосудовцев, как генсек НАТО, министр обороны, Великой Британии, они не анонсируются. Потому что это может как-то повлиять на россиян, они могут пробовать этот визит сорвать или провести какую-нибудь террористическую атаку. Для чего это было сделано? Ну, такие визиты происходят, когда надо что-то сказать лично нашему руководству, что-то обсудить и дать, как вы правильно говорите, сигнал. Сигнал другим странам. Я думаю, что это связано с визитом нашего президента в Соединенные Штаты, на Генеральное особение Организации Объединенных Наций и на встрече с президентом Соединенных Штатов, где вроде бы было принято решение о поставке нам оружия атакам с ракет, про которые мы уже много месяцев ведем разговоры. И, скорее всего, это сигнал был даже не нам, а другим странам НАТО, например, Германии, о том, что договоренности между Соединенными Штатами и Украиной, они остаются в силе, поставка оружия будет продолжаться. И, может быть, таким образом хотели, ну, как один из вариантов, напомнить Ологу Шольцу, канцлеру Федерации Республики Германии, про то, что он обещал быть солидарным с Соединенными Штатами, как в задержке на поставку определенного вида оружия, так и на уже поставку. Скорее всего, это был сигнал для того, чтобы ускорить нам поставку Таурус, крылатых ракет, в которых мы нуждаемся. — Было бы неплохо, да, если бы те поставки были синхронизированы и появились сразу одни и вторые ракеты. Я думаю, что на фронте мы сразу бы это почувствовали. — Ну, Шольц обещал, что так и будет. Он сказал, что будем солидарны в обоих случаях, поставки или не поставки. Но мы все понимаем, что он просто так словом ветер не бросает, и, скорее всего, это будет уже практически автоматично. — Тогда ждем, и самая лучшая информация о поставках будет, когда мы увидим эти ракеты в действии. Вот это будет, наверное, очень своевременно и правильно. — Вчера появилась информация, что бойцы Легиона Свободы России зашли на территорию Белгородской области. Я процитирую сказки про минные поля. Оставьте Коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой. Все детали после, говорится в их сообщении. И вот сегодня утром новое сообщение. Проведя около суток на Белгородчине, смело можем сказать. Поставленные задачи выполнены. Все легионеры целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и техники. Как вы считаете, вот такие рейды создают большую угрозу политическому руководству РФ? Хотелось бы в это верить. Вы знаете, если эти рейды Легиона Свободы, они уже объявили о том, что они готовы принимать в свои ряды россиян, которые хотят воевать против режима Путина. Не против России, а как патриоты России, но против преступного режима. То они готовы их принимать. И там они упростили, рассказали систему, как можно к ним записаться и как можно стать в их ряды. Если этот Легион Свободы будет увеличиваться численно и туда будут присоединяться, может быть, даже не отдельные граждане России, а какие-то военные, воинские формирования, может быть, какой-то взвод или рота с каких-то подразделений, которые пока находятся на территории Российской Федерации, это будет означать существенную проблему, и слава богу, для сегодняшнего режима в России. И, может быть, это будет новая армия, которая сможет помочь нам победить, во-первых, на наших территориях, выгнать врага с нашей земли, ну а дальше сделать так, чтобы в России все-таки установился, ну хоть как-то похожий на демократическую систему режим. Ну, у них и РДК, и регионы Свобода, у них главная задача, точнее, задача дальнего планирования, наверное, можно сказать, это освобождение своей страны. И, что интересно, знаете, они спокойно, свободно заходят на территорию, выполняют им свои задачи и выходят. Вот как было на этот раз, я так понимаю, что, ну, наверное, россиянам нечем реагировать на такие визиты. Вот если у нас постоянно задерживаются диверсионно-разведывательные группы врага, и вот я помню, одну из крайних задержали таких групп, одну из последних, они вообще были переодеты в форму военнослужащих ВСУ и должны были делать какие-то диверсии на территории Украины, они были тут же вычислены и пойманы. То, вот я смотрю, вот Легион, например, очень хорошо и спокойно чувствует себя там. Судя по прошлым их визитам и население к ним относится достаточно хорошо и лояльно. Вот это вы сказали в конце главную идею. Если бы население принимало их враждебно, то вряд ли бы они смогли делать такие рейды. Скорее всего, они пользуются поддержкой, может быть, не всего населения, а какой-то части, ну, как минимум, большой части, ну, минимум половины. Иначе бы, если бы это была небольшая поддержка, то те, кто не поддержит, как-то бы отреагировали. А так, видите, они достаточно спокойно себя чувствуют в Медлагородской области. Я думаю, что и на другой территории России, ну, как бы ни старались там Симоньян, Скобеева, Соловьев рассказывать о том, какая большая поддержка у президента Путина. Мне кажется, что, вспоминая еще поход в Агнеревце, на Москву, как их встречали... Да, когда хлебом с солью встречали люди буквально, да, этих освободителей. То, скорее всего, режим на колозно-гляняных ногах и такой поддержки, которая идет по их официальным неправдивым средствам массовой информации, она не такая, она гораздо меньше. И если начнутся какие-то движения по, ну, скажем, реконструкции, что ли, переделке этой системы путинской, то большое количество людей будет поддерживать вот эти новые силы, легион свободы, другие какие-то, мы пока не знаем, их пока не видно, но, с другой стороны, мы знаем, что за границей работает, достаточно активно работает оппозиция Российской Федерации, даже бывшие депутаты Госдумы, они там даже создали правительство в Экзиле, они там даже написали новую конституцию для Российской Федерации, как известно. Поэтому сила есть, просто ее пока незаметно, я думаю, что она рано или поздно проявится. Это во многом зависит от ситуации на поле боя, ну, вот на тех боях, где сейчас мы уничтожаем врага. Знаете, наверное, самое страшное для существующего российского режима о том, что появилась альтернатива, да, вот российский народ жил в такой парадигме, что нет выхода, вот есть батюшка-царь и нет выхода, а здесь, кажется, выход есть. Есть и политические силы, к которым можно присоединиться, есть, в принципе, куда пойти, взять оружие в руки, да, и бороться с режимом. Вот это, наверное, самое страшное, о том, что появился свет в конце туннеля. Может быть так. Вы знаете, для россиян, ну, все-таки они, моментально с ними достаточно разные люди, как, чтобы они там не выдумывали в свое время про братские народы, ну, в этом ничего даже страшного нету, но они так устроены, что для них, если есть лидер такой, ну, как царь, как генеральный секретарь, как президент, он обязательно должен быть очень сильным, тогда ему много что прощается, и он им дает, как бы, веру в то, что они, ну, какой-то особый народ, какие-то скрепы, что они там, чуть ли не весь мир должен до них молиться. Ну, то есть им нужен исторический, им нужен сильный лидер, сильный царь. Когда они видят, что царь становится слабый, что он начинает, ну, не проявлять какие-то такие альфа-качества, то они очень быстро в нем разочаровываются. Обидно, что они начнут искать нового сильного царя, это может быть человек, ну, не лучше, а может и хуже, чем Путин. Но, в любом случае, этот момент для нас должен быть, может быть, очень удобным, пока они будут убирать, скажем так, старого царя и, может быть, захотят нового царя. Вот в этот момент без власти нам как раз можно успеть закончить нашу войну на нашей территории и помочь же россиянам не выбрать нового царя, ну, не нам именно, а всему цивилизованному миру, попробовать построить все-таки демократическое общество и попробовать дальше стать частью цивилизованного мира, а не частью таких стран, ну, не частью, а партнерами таких стран, как Северная Корея. Я не знаю, должно быть стыдно по телевидению, по средствам массовой информации хвалиться тем, что Россия и Корея – это чуть ли не лучшие друзья и партнеры. Это, я не знаю, как россияне это воспринимают. Где Россия выступает спросителем у Северной Кореи, просит у нее боеприпасы, ракеты? Тем более, это точно не добавляет мощности, скажем так, восприятия их сегодняшнего царя. Ну, они должны как-то, знаете, по большому счету, очень много, что зависит от россиян, они должны как-то определиться, что это за война, какое их место и с кем они собираются дальше. Строить свое будущее с цивилизованным миром или с странами, которые считаются, если не террористическими, то как минимум авторитарными. Это их выбор, они должны его сделать. Давайте перейдем к обсуждению других вопросов. Да, НАТО планирует временно расположить на территории Литвы электронные системы воздушной разведки «Авакс», которые состоят из комплекса самолетов, способных обнаруживать вражеские самолеты, ну и ракеты, конечно, за сотни километров. Скажите, в плане информационного взаимодействия, эти данные могли бы передаваться Украине, предупреждая о том, что происходит в воздушном пространстве, той же РФ, например? Или у нас и так достаточно источников информации? Достаточно источников, и эти самолеты, и эта информация нам уже передается. Дело в том, что самолеты «Авакс» — это, по большому счету, не только летающий командный пункт, это летающая радиолокационная станция. Ну, кто не знает, это такой самолет, а у него сверху такая летающая тарелка прикреплена. И вот это и есть антенна дальнего обнаружения, которая, ну, естественно, благодаря тому, что самолет находится на большой высоте, она, естественно, может видеть дальше. И она видит все самолеты, которые летают. Она может предупреждать об атаках, если уже взлетели крылатые ракеты или баллистические ракеты, и она может, естественно, помогать корректировать полет наших управляемых ракет, и, ну, естественно, корректировать полет нашей авиации. Рассказывая, где наиболее простые места для пролета, где меньше российских, противоповедренных, противовоздушных сил, ну и так далее. Это серьезный самолет, их достаточно много, и они летают не только над Балтийскими странами, они летают над Румынией, над Польшей, ну, над всеми европейскими странами, особенно вдоль Турции, вдоль наших границ, не заходя в наше воздушное пространство. И это не нарушение каких-то международных законов, они делают радиоэлектронную, официальную радиоэлектронную разведку и передают информацию нашим вооруженным силам. Это не новая схема взаимодействия. Если будет еще один дополнительный или несколько самолетов, это нам только поможет. Кстати, в России тоже есть. Добавились на Балтике, это хорошо, потому что, насколько... Я помню информацию о том, что на Кольский полуостров были перемещены, где-то месяца два назад, были перемещены эти стратегические бомбардировщики на базу Оленя, по-моему, если не ошибаюсь, она называется. И как раз вот этот регион будет хорошо видеть вот этот АВАКС системой, которая сейчас будет в Балтике. Это россияне сделали аналог, ну не аналог, попытались сделать что-то похожее. Это самолеты А-50, мы слыхали эту историю. Один из которых был уничтожен, насколько я помню. Ну, там самолет, сам по себе самолет там недорогой, это может быть даже гражданский самолет, там дорогое оборудование. И вот эта антенна, которая сверху прикрепляется и похожа на летающую тарелку. У россиян таких самолетов много или мало, 19, но сейчас 18. Они, в принципе, их тоже используют. Это самолеты, которые, ну, кроме радиолокационной разведки, это все-таки две функции, это летающие командные пункты, они могут корректировать, ну, все, что... Корректировать удары. Удары, свое авиасовое направлять, ракеты свое направлять. Это самолет, который не может уничтожить. Только есть средства разведки, но он может, ну, оперативно, со скоростью света, когда он вышел, может придавать эту информацию, уже на те радиолокационные станции, на самолеты. Ну, то есть это серьезно, это очень серьезные вещи, и она очень полезна. И, в принципе, уже эту информацию нам передают, ну, нам же передают данные с космической разведки, нам передают данные с авакс самолетов, для того, чтобы мы, ну, как-то могли помогать нашим противовоздушной обороне контролировать вот вражеский налет. Вот эти разведки данные, это одна из составляющих успешной работы нашей противовоздушной обороны. То есть мы постоянно говорим о том, что у нас очень хорошие боевые расчеты, что мы, ну, отлично выполняем свои задачи боевые, ну, не мы, а боевые расчеты с нейтракетных станций. Ну, давайте будем все-таки отдавать должное нашим партнерам, которые нам, по крайней мере, помогают это делать, сообщая, до того, как мы еще, наш с нейтракетный комплекс или радиооперативная станция смогла увидеть цель, нам уже приходит информация, откуда мы должны ожидать цель. Ну, это ощущают все граждане Украины, говорят, что состоялся взлет самолетов, там, стратегических бомбардировщиков, там, с такого-то места, там, с Каспии или откуда. Это как раз эти данные и есть. Ну, откуда эта информация? Радиооперативная станция, мы же знаем, даже Патриот, это там, ну, сотни километров, а взлетают самолеты за тысячи километров. Как мы это можем знать? Естественно, это вот аварии и космические, и спутники, которые из космоса нам эту информацию передают. Поэтому мы сотрудничаем плотно с радиоэлектронной разведкой наших партнеров. За что, конечно, большое спасибо. Представитель ГУР Андрей Черняк недавно говорил о том, что, комментировав хлопки, так называемые, на территории РФ, отметил, что враг способен сбивать только часть дронов. И вот сегодня утром дроны атаковали Курскую область, обесточили пять населенных пунктов. Об этом сообщал губернатор этого региона Роман Старовой в своем телеграм-канале. Вот пока неизвестно, чьи это были дроны, откуда были запущены. Возможно, уже и так работает и сопротивление внутри РФ. Но я сейчас о другом. Я вот представляю себе, что вот теми же панцирями, да, они могут прикрыть, конечно, какие-то объекты, но на все объекты этих панцирей-то не хватит. И это не Украина, которая сражается и имеет для сбития тех же дронов и немецкие гепарды, и много мобильных групп, которые охотятся на эти летающие мопеды. Скажите, что может РФ противопоставить, вот скажем, хорошему рою дронов, например? Вот вы правильно сказали, что не только гепарды борются с дронами, а в том числе пункты наблюдения, которые у нас выставлены по всей стране. Это ведь аудио наблюдения. То есть и когда мы знаем, ну, сообщают, что с такого-то направления летит какая-то там часть этих дронов, то выезжает оперативная группа, которая использует даже стрелковое оружие, даже пулеметы, и уничтожается пиццелью. Мы помним это видео, которое всем очень понравилось, оно уже давно было, как три полицейских просто стали под угей и с небольшим... Да, в Киеве прямо сбили дрон, я помню, замечательно. Да, отбили огонь и просто сбили. То есть он уничтожается и таким способом. Гепард, да, гепард, это неплохо, но наши группы, которые наблюдения и оперативная группа, они тоже с этим достаточно успешно, может, ну, работают. То, что касается россиян, ну, во-первых, я не думаю, что они смогут поставить поставить визуальное наблюдение. Здесь требует... тут нужна, знаете, даже не воинская дисциплина, а внутренняя дисциплина. Там нельзя поспать, там, если ты выехал на дежурство, ты должен его держать. Я думаю, россияне так делать не будут, массово не будут. Где-то, может, да. А так, я думаю, они там будут спать, они там будут боярышники, и они просто прозевают пролеты этих дронов. А насчет роя дрона, насчет массовой атаки, сейчас они как-то стали меньше об этом говорить, а еще полгода назад на ихних же, у Соловьева, пропагандистских каналах, много было разговоров о том, что же им делать, если нам удастся наладить массовое производство дронов «Камикадзе», и они будут атаковать не 2-3, и даже не 20-30, а, например, 100. 200 или 300 даже, да. 200 или 300, да. А есть ли возможность у россиян эти дроны перехватить? Ну, какую-то часть они перехватят. Ну, это будет часть, не может половину. То есть, по большому счету, у них на сегодня нет возможности полностью закрыть небо от атаки наших дронов. Поэтому, я думаю, нам надо сейчас как раз сосредоточиться на массовом производстве и на выработке тактики вот этих воздушных ударов. Что сейчас в статье делается? Об этом, я помню, президент даже говорил. Да, мы готовимся, и мы понимаем, и они понимают, что, в принципе, 100% защиты или даже 50% защиты у них нет. Поэтому пусть готовятся. Я думаю, что эти удары сейчас, вот эти небольшие атаки на Курске, на Курск, на Москву в том числе, были разговоры, что и на Пулково в Санкт-Петербурге, что-то там, то ли дрон, то ли что-то прилетело и так далее. То есть, это мы просто тестируем, пока, я так понимаю, наши беспилотники. И когда уже они в бою будут протестированы, будут учтены все нюансы, что там, какие плюсы, какие минусы, то вот то, что вы сказали, 200-300 вполне возможно будет налет, и тогда, ну вот им точно, как говорится, мало не покажется. Кстати, о дронах. Хотелось бы о российских дронах с вами обсудить немного эту тему. Мы обговаривали вчера с одним из экспертов модернизацию Ираном своих шахедов, но нам не хватило времени в эфире обсудить все нюансы. Речь шла о том, что Иран оборудует новые модели турбореактивными двигателями. Да, вот это для них вроде бы как вынужденный шаг, потому что обычных двигателей нет. И вот такая модернизация, насколько она для нас опасна или наоборот. Вот звук такого двигателя, он, судя по всему, может быть тише, его сложнее, может быть, будет выявить ночью, но все равно он будет свистеть, это же реактивный двигатель. С другой стороны, такой двигатель прожорлив, должна сократиться дальность полета. Ну и ночью, наверное, его можно будет увидеть по реактивной струе, как вы считаете? Ну и вот наши приборы, которые тепловизоры, проще говоря, он будет ярче светиться, его будет лучше видно, чем двигатель внутреннего сгорания, естественно. Но тут возникает очень много вопросов. Дело в том, что россияне, когда построили у себя завод по лицензии, по производству этих дронов иранских, ну, во-первых, они немножко упростили технологию производства, для того, чтобы увеличить количество. Но они получали материалы и технологическую линию построили именно не на реактивные. Это надо переделывать, получается, полностью всю технологическую линию. Но насколько это удастся, непонятно. А касательно иранцев, если они будут делать такие дроны, ну, в принципе, ну, я, знаете, честно скажу, что принципиально ничего не поменяется. Мы научились с ними бороться. И если вставить реактивный двигатель, вы правы. Во-первых, скорость увеличится, но я думаю, что незначительно. Вряд ли он будет летать там с 500-600 километров или там со сверхзаковой скоростью. Ну, а дальность, да, этот двигатель более прожорливый, естественно, дальность уменьшится. Поэтому им придется запускать их с каких-то более близких мест. И, ну, я не уверен, что этот дрон сможет долететь, пролететь всю Украину, пролететь там сотни километров. Не факт. Ну, с другой стороны, это, ну, они, ну, знаете, это даже, я бы сказал, нормальная ситуация на войне, когда стороны модернизируют свое оружие, учитывая, что если, ну, вот они запускают дроны, такие, как 136-е, и практически все дроны уничтожаются. Естественно, они должны были что-то делать для того, чтобы попробовать увеличить количество аэродронов, которые могут прорваться через нашу оборону. Значит, они решили попробовать поменять двигатели, поставить более мощные двигатели и более скоростные, ну, и более прожорливые. Ну, пока анализировать, даст ли это возможность им лучше прорвать нашу оборону или не даст, ну, я думаю, что не даст. Ну, они, ну, пусть попробуют, пусть увидим. Тут, знаете, угадать тяжело. По логике, принципиально, ничего не поменяется. Может быть, чем-то нам упростится задача. Мне кажется, упростится в том, что, по крайней мере, когда они запускают ночью, и его не видно, его только слышно. Если будет работать реактивный двигатель, мы должны видеть хотя бы точку эту струи, этого газа раскаленного, который вырывается из двигателя, его должны будем увидеть на фоне неба. Вот те наши посты наблюдения, которые стоят по всей стране, естественно, они, ну, если некоторые пропускали, может быть, не услышали, может, ветер был там или какой-то другой шум, то увидят такой точный. Даже без тепловизора по следе от реактивного двигателя, естественно, будет заметно. Ну, еще раз, у нас основная, основная, ну, не основная, даже нельзя сказать, что основная, но вот очень большая часть дрона уничтожается именно потому, что вот посты визуального наблюдения сообщают о том, откуда они двигаются, в каком направлении, и выезжает оперативная группа, их перехватывает. Если постам визуального наблюдения будет проще увидеть, даже на большем расстоянии их увидеть, то, ну, это значит, что... Значит, такую модернизацию мы приветствуем. Пусть модернизируют, а мы будем, соответственно, больше сбивать. У нас буквально остается еще одна минута, но я очень хотел обсудить с вами хотя бы коротко этот вопрос. Сегодня я увидел информацию, ну, вот, которая меня очень неприятно удивила. Это информация о том, что американская компания «Иридиум» продолжает предоставлять услуги по навигации компании российского военно-промышленного комплекса «АФМ-сервиса». Один из офисов компании «Иридиум» до сих пор работает в Москве. Ну, для понимания, это компания глобальной спутниковой связи. И расследователи издания «Трап-агрессор» также вот выяснили, что офис «Иридиум» работает в штатном режиме в РФ. А данными этой системы, которую она предоставляет, в частности, пользуются российские беспилотники «Картограф», начиненные, кстати, и западными чипами. А сама компания, по утверждению расследователя, имеет контракты с Росгвардией, российским ВПК и ФСБ даже. Как это можно все документировать? Ну, знаете, это, видимо, тут, ну, такого, в принципе, не должно быть, потому что Россия находится под санкциями, и такое оружие, и такие компании, ну, не имеют права сотрудничать с Россией, тем более в поставке технологий или оружия, которое может быть использовано в войне. Вы знаете, я не хочу, честно, не хочу ничего сказать плохого про эту компанию. Может быть, мы всего не знаем, может, это как-то там все выглядит немножко по-другому. Может, это не совсем американская компания, может, это какая-то часть там акций у американским или юридическим или физическим лицам, а на самом деле большая часть там контрольный пакет может быть россиян. Я, честно говоря, эту ситуацию не очень знаю. Ну, тут вопрос, да, мы тоже, вот только есть эта информация. Я, ну, не вникал еще так, посмотрим, к чему приведет это расследование. Но сам факт, если россияне пользуются американской спутниковой системой связи и навигации, то это не очень хорошо. Ну, они кланас, они своим кланасом пользуются, они же, у них есть своя система, вот GPS, скажем так, только кланас. Поэтому дополнительно, ну, тут есть много нюансов, потому что если у них их система наведения настроена на одну, скажем так, систему спутнику, то переходить, застраивая на две системы, вы знаете, вы правильно говорите, здесь надо немножко подождать, потому что такая-то очень горячая новость, и немного разобраться уже детально, провести такое, даже журналистское расследование, что там и как, и тогда можно будет делать выводы. Пока вывод очень простой, это черти шои, просто недопустимо. Ну, ждем информации на эту тему. Спасибо вам большое за это интересное включение. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины был в нашем эфире. Спасибо. Всегда вам рады на Фридоме.